Три выстрела, которые прозвучали в Киеве, в Сараеве и в Париже, оказались смертельными. Стреляли ни военные, ни профессионалы, но все трое убийц попали точно в цель. Они никогда не встречались, они не знали друг друга, но втроем разрушили мир. Дмитрий Григорьевич Багров, секретно-осведомитель Киевского отделения по охранению общественной безопасности и порядка Департамента полиции Российской империи, убил председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина. Гаврилу Принцеп, член боевой организации «Молодая Босния», застрелил эрцгерцга Фердинанда, который вскоре должен был стать императором Австро-Венгрии. Рауль Виллен, парижский студент-археолог и националист по взглядам, лишил жизни лидера французских социалистов Жана Жересса. Вот почему летом 1914, когда все еще только начиналось, некому было остановить Первую мировую войну, которая погубила миллионы жизней, разрушила три империи и прервала самый плодотворный в истории этап развития экономики и науки, культуры и искусства. Никогда человечество не двигалось вперед так успешно и стремительно, как накануне Первой мировой. Газета «Чикаго Трибьюн» в номере от 1 января 1901 года попыталась оценить новое столетие. 20 век будет веком гуманности и братства всех людей, и это станет достижением более великим, чем все открытия науки и триумфы культуры. Это была эпоха сбывающихся надежд, твердой веры в будущее и искреннего оптимизма. Мы даже не представляем себе, что потеряли. 1 сентября 1911 в городском театре Киева давали оперу Николая Андреевича Римского-Курсакова «Сказка о царе Салтане». Парадный спектакль играли специально для прибывшего в город императора. В Антракте, когда зал опустел, Дмитрий Багров подошел к Столыпину и выпустил две пули. Ранение в руках оказалось легким, а вторая пуля попала в печень. Операция не помогла. Убийца был секретным осведомителем охранки, то есть работал на полицию. Зачем он это сделал, так и осталось непонятным. Последний год его жизни был тяжелым. Он находился в состоянии депрессии. Может быть, хотел отомстить? Может быть, хотел совсем покончить? На суде Багров говорил, что анархисты собирались объявить его провокатором. Он хотел реабилитироваться. Почему я выбрал Столыпина, объяснял он. Тот находился в центре внимания. Если бы, когда я шел по проходу, кто-нибудь остановил меня и сказал, что вам здесь угодно, я бы ушел. Никто меня не остановил. И я выстрелил два раза. Если бы Столыпина не убили, и летом 1914-го он оставался главой правительства России, он бы сделал все, чтобы предотвратить мировую войну. Франц Фердинанд, племянник и наследник престарелого императора Австро-Венгрии Франца Иосифа I, через несколько лет должен был взойти на трон. 28 июня 1914 года он прибыл в боснийский город Сараево, где в его машину бросили гранаты, но промахнулись. По соображениям безопасности решили, что кортеж должен выехать из города через набережную, а не следовать запланированным маршрутом по улице Франца Иосифа. Да только водители этого не услышали. Разговор шел на немецком, а водители – чехи. В результате машины все-таки свернули на улицу Франца Иосифа. Этот поворот привел их к тому месту, где эрцгерцога поджидал 19-летний Гаврила Принцеп. Он состоял в обществе «Молодая Босния», мечтавшем о воссоединении с Сербией. Когда водителю сказали, что он не туда свернул, тот просто затормозил. И открытая машина эрцгерцога остановилась прямо перед Принцепом. Он был плохим стрелком, приятели над ним смеялись. Но во Франца Фердинанда и в его жену Софи он стрелял практически в упор и не промахнулся. Эрцгерцог Фердинанд считал гибельным для Австро-Венгрии участие в новой европейской войне. Если бы он был жив, Австро-Венгрия в нее бы не вступила. А его смерть стала поводом для начала Первой мировой. Но в европейском политическом мире еще оставались люди, способные ее остановить. Вечером 31 июля 1914 года очень влиятельный лидер французских социалистов Жан Жорес отправился в кафе «Круассан» на улице Монмартр поужинать с соратниками. Сорок минут спустя молодой человек по имени Рауль Вилен подошел к окну ресторана и дважды выстрелил в Жореса. Обе пули попали в голову, и мертвый Жорес рухнул на стол. Рауль Вилен состоял в националистической студенческой группе Лига молодых друзей Эльза Салатаринги. Он ненавидел пацифиста Жана Жореса. Жана Жореса можно смело поставить в один ряд Шарлем де Гойм. Харизматичный оратор, Жорес был противником империалистических амбиций, которые толкали Европу к войне. Он готовил всеобщую забастовку против начинающегося кровопролития, которое он верил еще не поздно предотвратить. После смерти Жореса президенту Раймону Пуанкаре и премьер-министру Рене Вивиану никто не мог помешать. Решение о всеобщей мобилизации в Париже приняли 1 августа 1914 года, за два дня до того, как Германия объявила войну. Французский пролетариат выполнил свой патриотический долг и отправился на призывные пункты. Выступая над гробом Жореса, лидеры профсоюза вклялись, что рабочие исполнят свой долг, поднимутся, чтобы дать отпор агрессору. Убийца Столыпина ясно понимал, что его ждет смертная казнь, и даже не пытался ее избежать. Дмитрий Багров оставил родителям письмо. «Я иначе не могу, а вы сами знаете, что вот два года, как я пробую отказаться от старого. Но новая спокойная жизнь не для меня, я все равно кончил бы тем же, чем и теперь кончаю». Дело рассматривалось в военно-окружном суде. Дмитрий Багров, выпускник юридического факультета Киевского университета и бывший помощник присяжного поверенного, то есть профессиональный адвокат, от услуг защитника отказался. Приговор ему вынесли за один день и ночью повесили. Гаврила Принцеп умер в 1918 году от туберкулеза в Терезиенштадте, тюрьме в Северной Чехии. Здесь, в Терезиенштадте, немецкие нацисты, которые пришли к власти в результате Первой мировой войны, устроят концлагерь. Через Терезиенштадт пройдет 150 тысяч узников. Здесь убьют 35 тысяч. Остальных отправят в Аушвиц, Освенцем и другие лагеря уничтожения. К тому моменту, когда 7 мая 1945-го передовые части Красной Армии освободят Терезиенштадт, живых почти не останется. Из троих стрелявших убийца Жанна Жереса Рауль Виллен прожил дольше всех. Его арестовали. Он предстал перед судом в 1919 году и был оправдан коллегией присяжных. Знаменитый писатель Анатоль Франц поразился. Чудовищный вердикт. Убийство Жереса не является преступлением. Вдове Жанна Жереса, как истиция, было предписано оплатить судебные издержки. Убийца решила обосноваться на Ибице, одном из Балиарских островов у берегов Испании. В ту пору это была тихая заводь, а Рауль Виллен и хотел, чтобы о нем забыли. Но летом 1936 года в Испании вспыхнула гражданская война. И на острове высадился отряд анархистов. Французам не понравился, и они его застрелили. После Первой мировой политические проблемы решали силой. Когда вспыхнула война, британский министр иностранных дел, лорд Эдвард Грей печально произнес, «В Европе гаснут огни. Мы больше никогда в нашей жизни не увидим их зажженными». В определенном смысле он был прав. Война станет катастрофой для Европы, да и для всего мира. Начало 20 века, время больших надежд, которые сбывались. Даже критически настроенные социалисты, требовавшие радикального переустройства жизни, полагали, что все идет к лучшему. И они скоро окажутся у власти на благо всего человечества. Никто летом 1914 не сознавал, что упущен уникальный шанс в истории. Накануне войны американец Генри Форд довольно наблюдал за тем, как с конвейера один за другим сходят его автомобили. Машина, которую прежде собирали 12,5 часов, была готова за полтора часа, точнее, за 93 минуты. Изменившие жизнь людей новинки, электричество дома и на производстве, широкое распространение упрощающей ведения хозяйства бытовой техники, такой, как холодильники и стиральные машины, радиоприемники и телефоны, быстрое распространение автомобилей. Все это появилось до Первой мировой. Война перенаправила все достижения в оружейное производство. Новинки достались военно-промышленному комплексу. И современная организация промышленного производства позволила бесперебойно снабжать армию средствами уничтожения. Но все должно было быть иначе. Технический прогресс еще в начале 20 века менял жизнь людей. За полвека до Первой мировой, примерно 1870 году, мир вступил в эпоху устойчивого, быстрого технологического развития, не похожего ни на что из того, что происходило раньше. Каждое последующее поколение обнаруживало, что живет в новом мире, полностью отличающемся от мира, в котором родились его родители. В середине 19 века европейцы страдали от нехватки продовольствия и высоких цен. Начали снимать все ограничения, чтобы разрешить импорт более дешевых продуктов. Помогло. Снижали торговые барьеры и позволяли миграцию. Там, где была хорошая работа и где за нее прилично платили, появлялись рабочие руки. Свободная торговля, снижение транспортных расходов, усиление конкуренции. Результатом стала эпоха стремительного экономического подъема. И цены падали. Стремительный экономический рост в конце 19 и начале 20 века был, пожалуй, аномальным событием. Его подпитывали уникальные и неповторимые инновации. Развитие городов и железных дорог, фабрик и банков, прогресс медицины и санитарии, появление двигателя внутреннего сгорания, что дало сильнейший экономический эффект. Как правило, технический прогресс не делает общество лучше. Иначе говоря, прогресс не приносит счастья. За редким исключением. Такой эпохой были десятилетия, предшествовавшие 1914 году, когда мир поверил в будущее. Увы, та эпоха оптимизма погибнет в огне Первой мировой. Экономический, хозяйственный подъем обеспечил немыслимый прежде уровень жизни. Сложилось понимание того, что для правильного жизнеустройства необходим научный подход. Наука есть инструмент для дальнейшего улучшения качества жизни. Развитие медицины сократило детскую смертность. Перед женщинами открылась возможность заниматься чем-то помимо детей дома. Делать карьеру, бурное развитие экономики, появление машин и станков понизило спрос на грубую физическую силу. И образовались рабочие места для женщин. Начало 20 века и время невероятного духовного подъема, расцвета литературы и искусства. Во всем мире читали одни и те же книги, наслаждались одной и той же музыкой и смотрели на одни и те же картины. Это результат развития издательского дела и переводческого искусства. Но самый мощный двигатель культурной интеграции – железная дорога. Поезда пересекали континент с невероятной скоростью, объединяя людей и создавая единый рынок, что имело решающее значение для создания современной промышленности. Расцвет публичных библиотек, кафе, в которых устраиваются концерты, расцвет индустрии туризма, вполне современная система продажи книг по почте, гастроли пианистов-виртуозов и превращение модных художников и писателей в международных суперзвезд. Пианино – как средство домашнего развлечения. И, наконец, изобретение фонографа и радио. Стали заниматься спортом, в том числе в гимназиях. В начале 20 века появились скауты, любители романтики и приключений, воспитывавшие в себя отвагу и мужество. Спорт задавал темп жизни, формировал модель поведения, помогал выразить себя в действии, а не в словах. Спорт – школа жизни для совсем молодых. Спорт позволял ориентироваться в жизни. Изменился армейский спорт. Теперь это не только верховая езда. Спорт объединял, избавлял от чувства одиночества, позволял почувствовать себя в большей безопасности. Ты среди своих. Это было особенно важно для молодых людей. Они обретали чувство общности. Города расцвели, театры, галереи, художественные салоны, дансинги, кабаре. Начинающие мастера слова сочиняли свои первые творения на почтовой бумаге, которую в ту пору держала для посетителей любое маломальски приличное кафе. В Англии писательница Вирджиния Вульф вспоминала начало 20 века. Я беру на себя смелость утверждать, что приблизительно в декабре 1910 года человеческий характер изменится. Все отношения между людьми сдвинулись, как между господином и слугой, так и между супругами, и между родителями и детьми. А если изменяются отношения между людьми, одновременно начинаются изменения в религии, в образе жизни, в политике и литературе. Французский художник Эдуард Мане, получивший классическое образование, пришел к выводу, что если он будет рисовать в той же манере, в какой рисовал его учитель, это не сработает. Ему следует изобрести новый вид живописи, более откровенный, если он намерен запечатлеть современную жизнь. С тех пор художники, которые оставили след в истории искусства, снова и снова искали и находили новый язык, новый стиль, новый образ бытия. Шарль Бадлер сформулировал это в цветах зла. В дорогу ставь ветрило, нам скучен этот край, скорее в путь, мы жаждем, обозрев под солнцем все, что есть, на дно твое нырнуть, в неведомую глубь, чтобы новое обресть. Чтобы обрести нечто новое, это стремление определяет не только живопись, но и поэзию, театр, музыку, архитектуру и теперь еще кинематограф. Надо быть абсолютно во всем современном, провозгласил французский поэт Артюр Рэмбо в своем единственном сборнике стихов «Одно лето в аду». «Сделай это новым», наставлял коллег американский поэт Эзра Паунд, и его слова были услышаны. И художники поверили. Для того, чтобы обратиться к своему времени, требуется гораздо больше, чем просто новое содержание. Необходим новый способ повествования, новый стиль самовыражения, которые бы свидетельствовали о кардинальных изменениях в жизни. Эпоха с начала 60-х годов 19 века и до революции 1917-го недооценена в российской истории. Россия радикально менялась. Это были революционные изменения. Распространение образования, урбанизация, техническая модернизация. Обустраиваясь на новых началах, страна добилась невиданных успехов. Мировое значение русской культуры не вызывало сомнений. Момент ее окончательного самоутверждения – это короткий по историческим меркам период – конец 19-го века, начало 20-го, то, что мы называем Серебряным веком. Это время невероятного подъема русской литературы, искусства, театра, живописи. Мы называем это Серебряным веком, а вполне могли бы назвать золотым. И этот культурный взлет был подобен экономическому взлету. Немедленное движение вперед, а стремительный ракетный взлет. Но что же произошло потом, что буквально переломило эпоху? Первая мировая война возникла не в один день. К ней долго шли. Вера британцев превосходства свободного рынка была основана на колониальных идеалах. Заморские рынки открывались с помощью канонерских лодок и разграбления богатств колонизированных стран. Подсчитано, что Британия украла более 40 триллионов долларов только у Индии, которая была частью Британской империи. Англия вела бесконечные колониальные войны. Почти столетняя война в 18 веке с главным в ту пору конкурентом Францией. Еще сто лет заморских войн с Китаем, Индией, Бирмой, Новой Зеландией, Персией, Африкой. Чтобы добиться соглашения о свободном рынке, британцы легко брались за оружие. Свободная торговля по-прежнему основывалась на военно-морской мощи. Конкуренты Великобритании пришли к выводу, что если и они хотят воспользоваться преимуществами свободной торговли, то им тоже нужно вооружаться. В 1905 году экономист из Кембриджа и один из создателей британской академии Уильям Каннингем предупредил. Милитаризация Германии, Японии и других держав – прямой ответ на заморские успехи Великобритании. И это может привести к мировой войне. Эти страны пока что не способны на море конкурировать с Великобританией. Поэтому Италия, Германия, Франция и Америка старались противодействовать доминированию в Великобритании в мировой торговле. Изголодавшаяся по рынкам сбыта Европа двигалась навстречу мировой войне. Нет ли ощущения исторического опоздания? Упустили время занять место под солнцем и оттого немцев недооценивают. Привело Германию к Первой мировой. Национализм стал разрушительным и смертельно опасным. Национализм композитора Рихарда Вагнера слился с милитаризмом прусского государственного деятеля Отто фон Бисмарка. Кульминацией чего стало объединение Германии и франко-прусская война 1870 года. Предвестие мировой войны, которая похоронила эпоху. Когда европейские нации летом 1914-го объявляли друг другу войну, едва ли кто-нибудь предполагал, что Первая мировая будет продолжаться четыре года и окажется гораздо более кровавой, чем любая предыдущая война на континенте. Война продолжалась четыре с половиной года. Распространилась по всей Европе, захватила Ближний Восток, Азию и даже Африку. Низвергла кайзеров, королей, царей и султанов, уничтожила целые империи. Погибло около десяти миллионов военнослужащих из более чем двух десятков стран, плюс почти семь миллионов гражданских лиц. Причем победителей в определенном смысле может быть потеряли больше, чем проигравшие. А затем еще вспыхнула испанка. Пандемия гриппа, которая охватила весь земной шар в 1918-1919 годах и погубила еще больше людей, чем погибла на полях сражения Первой мировой. Число жертв испанки превысило 50 миллионов человек. Парадоксальным образом распространению вируса способствовала давно ожидавшаяся переброска американских войск через Атлантику в последний год войны, что помогло странам Антанты одержать победу над государствами Четверного Союза. После ноября 1918 года победоносно возвращавшиеся домой союзные войска доставили вирус и в Америку. А выжившие и ненавоевавшиеся обиделись на весь мир, мечтали о мести, жаждали реванша и были готовы принять фашизм, самое трагическое наследие Великой войны. Я столько времени жил среди ужасов и смертей, копался в грязи и крови, что у меня нет ни малейшего уважения к теориям, обещаниям, условностям, морали и принципам, говорит герой саги о форсайтах британского прозаика и драматурга Джона Голсуорси. Иллюзии кончились. Никакая религия, никакая философия меня не удовлетворят. Я опасен. Первая мировая – это саморазрушение Европы. Война перечеркнула уверенность Европы в собственных силах и фундаментально изменила весь современный мир. Первая мировая породила массовое разочарование, которое десятилетиями определяло настроение общества. В определенном смысле поставило крест на самой идее прогресса. А за океаном пробудились белые расисты. В 30-е годы окрепку Клоксклан, члены которого исходили из расового превосходства белых и были намерены силой помешать предоставлению равных прав афроамериканцам. Приезжие мигранты были легкой мишенью. Примерно 14,5 миллионов, большинство из них католики и евреи из Южной и Восточной Европы, прибыли в Соединенные Штаты с 1900 года. Они изменили этнокультурную идентичность нации. Наплыв иностранцев вызвал мощную реакцию неприятия. И один из законодателей прямо сказал, что закон об ограничении миграции предназначен для того, чтобы сохранить в чистоте американскую кровь. Поэтому решили не пускать в страну или как минимум срезать квоты на приезд евреев, итальянцев, греков и других жителей в Восточной и Южной Европы. Двери захлопнулись. Первая мировая создала 20 век. Она познакомила человечество с ужасающим потенциалом массовой резни в индустриальную эпоху. Война породила ядовитые идеологии и геополитическую напряженность, что превратило 20 век в эпоху бесконечных конфликтов. Конечно, все эти комплексы и фобии не сложились бы в единую систему, если бы не политическая воля, не позиция правящих групп политического истеблишмента. За войной и пандемией испанки последовали новые испытания. Крах фондового рынка в 1929-м и Великая депрессия, торговые и валютные войны, инфляция и гиперинфляция, финансовые кризисы, разорившие людей и безработица, оставлявшая семьи без куска хлеба. Именно эти кризисы привели к подъему фашизма в Италии, нацизма в Германии, милитаризма в Испании и Японии, а кульминацией стала Вторая мировая война и массовое уничтожение людей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok